Собственная проводимость полупроводников невелика. Для того чтобы ее увеличить в полупроводник вносят примеси. В результате в полупроводнике возникает наряду с собственной проводимостью примесная проводимость. У атома пятивалентного мышьяка на внешнем электронном уровне 5 электронов. Если ввести в кристалл Германия атомы пятивалентного мышьяка, то четыре электрона образуют связи с атомами Германия, а один электрон мышьяка окажется более слабо связанным со своим атомом. Вследствие теплового движения этот электрон может покинуть атом и станет свободным. Примеси которые увеличивают число свободных электронов называют донорными примесями. Полупроводники имеющие донорные примеси называют полупроводниками n-типа. В таких полупроводниках основными носителями заряда являются электроны, а не основными дырки. У атома трехвалентного Индия на внешнем электронном уровне три электрона. Если ввести в кристалл Германия трехвалентный атом Индия, то атому Индия будет не хватать одного электрона для образования с атомами Германия прочной ковалентной связи. Чтобы эту связь заполнить другой атом Германия может отдать свой электрон, при этом у него образуется положительная дырка, атом Индия приобретает лишний электрон и превращается в отрицательный ион. Примеси которые увеличивают число дырок называют акцепторными примесями, а полупроводники имеющие акцепторную примесь полупроводниками P-типа. Основными носителями заряда в полупроводниках P-типа являются дырки. Продолжение следует... Продолжение следует...